Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Сегодня день независимости Западной Армении. В Мерсине в Западной Армении произошла экологическая катастрофа. Село Вардадзор в Арцахе сегодня. Они живут и творят верой. Степанакерт Азербайджан по указу Турции пытается демонтировать механизм урегулирования арцахского конфликта. Азербайджанцы построили столовую в районе Зеленый Чаш Шуши. Сельское хозяйство и животноводство Вана переживают серьезный кризис. Сегодня день памяти Гранта Динько. Познакомимся с историческими местами Западной Армении. Аркни. 26 февраля 1919 года Погос Нубар Паша представил меморандум во время Версальского мирного события и сформировал правительство 15 мая 1919 года. Оно было официально признано российским декретом 19 января 1920 года. Усилия Погоса Нубар Паши после формирования правительства Объединенной Армении 15 мая 1919 года. Государственное устройство Западной Армении сегодня, как известно, является продолжением признанного в 1920 году государства Армения, ставшего независимым от России 11 января 1918 года, затем Республики Армения на территории Республики Армения. Западная Армения была де-факто признана 19 января 1920 года. На основе формирования этого правительства 27 января 1920 года Генеральный секретариат мирного события уведомил представителя армянской национальной делегации о том, что на заседании 19 января 1920 года Верховный Совет принял следующие два решения, что правительство армянского государства должно быть объявлено правительством де-факто, что это признание не предрешает вопроса о возможных границах этого государства. Арцах, Нахичеван, Джавах, нынешняя Республика Армения, Киликия и Западная Армения входили в состав государства Армения. В провинции Мерсим Западной Армении взорвался отстойник хромового рудника. К счастью, на месте нет пострадавших и то, что произошло – это экологическая катастрофа. Несмотря на то, что отходы хромового рудника уже пять дней смешиваются с рекой Далича и угрожая животным в реке и ее окрестностях, никаких заявлений власти о стихийном бедствии не поступало. Если отходы будут сбрасываться в море, здоровью жителей региона будет угрожать серьезная опасность. Однако власти молчат, что это недопустимо. Этот подход государства, являющийся результатом разграбления окружающей среды, должен измениться. Западная Армения осуждает любую незаконную деятельность на своей территории, которая приводит к повреждению и разрушению природных или культурных объектов. В общине Вардадзора с Киранского района Арцаха проживает 254 человека. Об этом сообщил глава общины Вардадзор Самвел Сараджан. После войны в селе поселились 9 семей вынужденных переселенцев. Квартиры, предоставленные им, были отремонтированы. В школе 90 учеников, в селе около 60 детей дошкольного возраста, но у нас нет детского сада. Общественный центр и поликлиника работают в плохих строительных условиях. Дороги в центре поселка в хорошем состоянии, а дорога, соединяющая поселок с автомагистралью, в плачевном состоянии, представил мэр, сообщив, что поселок газофицирован, обеспечен электричеством и водоснабжением. Говоря о занятости населения, глава общины сообщил, что на подконтрольных врагу территориях осталось около 95 гектаров садовых и около 450 гектаров пашни. Однако жители решительно преодолевают все преграды, предпочитая жить и творить на своей родине. По указу Турции, Азербайджан пытается демонтировать существующие механизмы урегулирования Азербайджана-Арцахского конфликта. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаям прокомментировал заявление президента Азербайджана о Минской группе ОБСЕ и заявление постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не могут посещать Арцах. Азербайджанцы превратились в соседнее здание на территории церкви святого Ванессы Макартыча, известное как «зеленый час в столовую». Видео об этом было опубликовано на одном из азербайджанских телеграм-каналов. На опубликованных видео видно, что здание, в котором раньше покупали иконы, теперь благоустроено для проведения праздников. Судьба самой церкви, купол которой был полностью разрушен во время войны, до сих пор неизвестна. Изменение климата – самая большая проблема, о которой мир говорит в последнее время. О Западной Армении и Ван переживают самый засушливый период в последние годы. Сельскохозяйственный и животноводческий сектор, сильно пострадавший от засухи, сталкивается с серьезными проблемами. Недостаточная поддержка и увеличение производственных затрат заставляет фермеров Ван снова отказаться от производства. Постоянное увеличение входящих расходов в сельскохозяйственно-животноводческом городе Ван, кризис топлива и удобрения продолжают оставаться самыми большими препятствиями в сельскохозяйственном производстве. 15 лет назад, 19 января 2007 года, в Константинополе был убит Гранд Динг, сын Западной Армении, стамбульско-армянский интеллектуал, основатель и главный редактор еженедельника АКОС. Он был убит среди бела дня у входа в редакцию газеты АКОС выстрелом, произведенным турецким националистом Огюном Самастом. Все человечество еще раз стало свидетелем турецкой националистической идеологии и ее последствий. Безусловно, прогрессивные интеллигенции и демократическое общество возвысили свой голос в знак протеста против совершенного преступления, проявив свою солидарность и поддержку армянскому народу. Однако на государственном уровне не было дано должного ответа. Совершенно очевидно, что преступник организовал это преступление не один, а более того, его спонсировало и направляло государство. Тем не менее, Турция, открыто доказывающая свою геноцидную антиармянскую политику, в очередной раз столкнулась с упреками всего мира. Западная Армения, осуждая это чудовищное убийство и организаторов, помнит и высоко хранит светлую память о гарантии деньги. Аркни – город-крепость в Пагнатунской области Цопской провинции Западной Армении на вершине труднодоступной горы, возвышающейся на левом берегу реки Пагни. В 1051 году князь Харпик, сын Авеля Давид со своими братьями Ливоном и Константином успешно противостоял византийской армии у крепости Аркни. Аркни был захвачен в 1062 году и значительно разрушен турками-сельджуками. В 1555 году он перешел к Османской Турции. Позже был включен в состав провинции Тигранакерт. В начале 20 века в нем проживал около 3000 человек. Они занимались земледелием, скотоводством, ремеслами и торговлей. У них была церковь. Над Аркни на преступной скале сохранился арочно-культовый монастырь Святой Аствацатинь. Большинство армян Аркни погибли во время геноцида армян 1915 года. Оставшиеся в живых разъехались по разным странам. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!